Яркие краски, блеск и эмоциональная манера письма. В Нижегородском государственном выставочном комплексе открылась выставка Максима Приданова и Натальи Панковой, два художника. Нижегородские авторы представляют живописные и графические произведения, написанные в разные годы в течение 30 лет. Каждая работа – определенный этап жизни. Одна из моих любимых работ, я ее писала в Киеве в 90-м году. Там родился мой сын. И вот эта работа как раз была написана до рождения моего сына. И, в общем, собственно говоря, я говорю, что мы ее писали с ним вместе. Они все как дети, по большому счету. И трудно сказать, что вот этот ребенок у меня лучше, а этот не совсем получился. Они все мне дороги и все мне очень близки. Работа Максима Приданова в соседнем зале. Наталья и Максим – члены Союза художников России. Произведения нижегородцев уже побывали на выставках в Великобритании, США, Германии, Франции, Австрии, Люксембурге, Италии и других странах. Теперь и нижегородцы смогут насладиться творчеством талантливых соотечественников. Притягивает взгляд вот эта вот яркость, такие мощные, сильные мазки. Наташа Панкова, с ней очень давно знакома, с 95-го года мы с ней вообще знакомы. И ее работа всегда меня впечатляет. Просто они действительно очень эмоциональные, очень яркие, сочные, броские, с очень позитивным настроем. Выставка изумительная. Вы понимаете, такой взрыв эмоций, удовольствие для глаз. Первое, что отмечает каждый посетитель – буйство красок. Фактурные полотна с густыми мазками, которые словно мозаика складываются в единое целое и задают особенное настроение всей выставке. Мое творчество рождается из жизни. Как говорится, я что-то вижу, об этом думаю. Потом это выплескивается на холст. Но для меня самого удивительно, что это выплескивается немножко в других цветах, более ярко, более сочно. На выставке два художника, а на самом деле художников намного больше. В одном из залов на стене полотно более чем из 50 частей, которые нарисовали юные художники из школы имени Ломоносова. У меня, естественно, такой первый раз. И изначально мы даже не знали, что это будет какая-то такая большая выставка. Мы думали, что это будет что-то в районе масштаба школы. Я очень горжусь, что эти картины находятся среди работ таких замечательных художников. И, возможно, я продолжу этим заниматься. Это здорово. Творили ребята, как настоящие художники. Чтобы создать из частиц единое полотно своего родного города и оказаться на настоящей выставке, школьникам пришлось серьезно потрудиться. Ни один день, ни даже ни один месяц. По-моему, мы работали больше года. От идеи до реализации тем интереснее, потому что они видели самые первые почерпушки свои, а потом как это все вместе. В рамках выставки 1, 8 и 15 февраля пройдет серия мастер-квестов. То есть встреча художников со зрителями и любителями искусства. Все желающие смогут не только насладиться творчеством, но и послушать рассказ о нижегородском искусстве 20 века и попробовать себя в творчестве на мастер-классе по живописи и графике. Экспозиции два художника можно насладиться до 23 февраля. Нижегородский государственный выставочный комплекс на площади Минина и Пожарского работает во вторник, среду, пятницу и воскресенье с 11 утра до 7 часов вечера, в четверг с 12 часов дня до 8 часов вечера. Алена Зеленкова, Алексей Заволов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова